В Новосибирской области разработали тест для выявления штамма коронавируса омикрон. На дно уха отрудились ученые лаборатории Академгородка и Кольцова. Как работает новая тест-система, расскажет Екатерина Стывко. Омикрон шагает по планете. Хоть и в нашем регионе случаев заболевания пока нет, в областном Минздраве уже начали подготовку к пятой волне коронавируса. Переносят пациенты новый штамм легче, говорят врачи, но он намного заразнее предыдущих. Для быстрого выявления вируса сибирские ученые разработали уникальную методику. Эти праймеры – самое важное в тесте на омикрон. В лаборатории их смешивают в определенной последовательности, добавляют биологический материал и буквально через полтора часа получают результат. Точность теста около 97%. По большому счету это тот же ПЦР-тест, только с другими реагентами. Для проведения анализа пациенту достаточно сдать мазок из носоглотки. Врачи смогут определить, болен ли человек ковидом и, если да, омикрон это или нет. Штамм омикрон – это новая разновидность коронавируса. И, естественно, в нем содержатся определенные новые мутации в его геноме. И по этим мутациям можно определить, омикрон это или какой-то другой штамм коронавируса. Данная тест-система может использоваться как в клинике, так и в научных каких-то исследованиях, для, например, эпидемиологических исследований. Ради большого проекта силы объединили резиденты биотехнопарка и специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины. Первые подали идею и создали прототип, вторые тестировали. Массовые выявления нового штамма хороши и для сбора общей статистики, и для ведения пациентов, ведь лечить смогут точечно и эффективно. Постараемся за месяц пройти регистрацию. То есть мы заявили уже на регистрации в Росздравнадзор, ну а дальше будет зависеть от скорости, как быстро проведут, напишут протоколы испытаний. Совсем скоро стартуют клинические испытания сибирского теста на омикрон. Партии отправят в главный ковид-госпиталь страны. Екатерина Стывко, Борис Гладких, Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok